«Был чёрный дым, как будто взорвалась бомба. Мы все спали. Было два часа ночи. Я слышала, как плакали дети. Там было много детей». Предыдущая ночь была самой ужасной в жизни Медины. Но ей, можно сказать, повезло. Она среди немногих выживших – в страшном ДТП в Болгарии. Ничего не предвещало беды. Отдохнувшие за выходные туристы возвращались на автобусе домой из Стамбула в Скопье, столицу Северной Македонии. «Я сидел слева от прохода. И вдруг увидел, как автобус понесло вправо. Потом он с грохотом врезался в ограждение. Я обхватил руками свою невесту. Потом начался пожар. Автобус остановился метров через 20. Люди паниковали, кричали, звали на помощь. Всё было в дыму. К счастью, я нашёл аварийный молоток и разбил окно. Я выпрыгнул первым. За мной ещё три человека. И потом моя невеста. Она не могла идти. Я отнёс её метров на 150 от автобуса на другую сторону дороги». Оставшиеся в салоне сгорели заживо. По словам очевидцев, пепел. Погибло 45 человек, включая 12 детей. Выжили всего семеро – те, кому удалось вовремя выбраться из горящего автобуса. Сейчас они в больнице в Софии. У всех ожоги одному прооперировали ногу. «Я спала, потом все начали кричать. Я пыталась найти молоток, чтобы выбить окно, но не могла. Не помню как, но стекло разбилось, и я смогла выбраться». В списке пассажиров числился 51 человек. Судя по именам, большинство – северомакедонские албанцы. Власти Скопьи объявили трёхдневный траур. Эта деревенская школа в Северной Македонии сегодня закрылась раньше. Здесь тоже траур. Девятиклассница Аниса на уроки больше не придёт никогда. Как её мама Фикриджа. Она преподавала здесь македонский язык. Обе были в злополучном автобусе. Обе погибли. «Очень тяжело. Мой родственник отец и муж погибших там внутри. Мы не можем его успокоить. Что тут сделаешь? Такова была Божья воля». Причина аварии, пока выясняют, ведётся следствие. Основных версий две – техническая неисправность и ошибка водителя. Это ДТП стало самым смертоносным в истории Болгарии.